Прежде чем перейти к основной нашей теме, я хочу сказать несколько слов, что называется «На злобу дня». Я внимательно наблюдаю ситуацию, которая складывается в Беларуси. Об этом можно очень много говорить. Вы знаете, что я встречаюсь на местах в регионах с активом, веду открытый диалог с ними, информирую их о ситуации, притом этот разговор носит принципиальный открытый характер. В силу тех политических событий, которые происходят у нас в стране, вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси, как с запада, так и с востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые интенсивнее начинают, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали давно, но поскольку нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать планы масштабной дестабилизации Беларуси, я уже вам говорил, это не шутка и не запугивание, привести страну к некоему Майдану, если у них получится. Такая была цель. Поэтому маски сорваны с определенных, не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси. Но я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае и по своим функциональным обязанностям, как президент, по конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого, суверенного государства, я никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие, что для меня нет большей ценности, чем Беларусь. Суверенные и независимые. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило. Я пока прошу и предупреждаю, прежде всего, этих людей не делайте это. Не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования. Не подталкивайте нас к этому. И особенно хочу обратиться к родителям. Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половину пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения. 15, 16, 17 лет. Они не помнят Беларусь, из которой мы с вами выходили в лаптях и без штанов. В середине 90-х. Они не помнят этих талонов. Они не помнят, что мы не могли купить бутылку молока какого-то. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы хлеб испечь. Они живут в чистой и светлой Беларуси. И думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают. И в этой части я хочу просто обратиться к родителям. Посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы попали в какую-то сложную ситуацию. Их дети. Я очень прошу, прошу, подчеркиваю. Никого не пугаю. Прошу. Это учесть. Не надо из ворюк, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих, которые там сидят, Белгазпромбанки, делать герою. Этого не получится. Я уже говорил, ни узниками совести они не станут, ни пушистыми белыми тоже они не станут. Ну а тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся. Я хочу, чтобы вы понимали, что сегодня вопрос стоит шире и глубже. Сохранение, как минимум, государственности и независимости нашего государства, нашей Беларуси. Этой независимости и государственности, которая свалилась нам на голову без войн и крови. Как это было у других. И сегодня главная проблема, даже не в этих каруселях, сигналах и тех, кто там в цепочке пытается выстраивать, что-то демонстрируя. Главное не в этом. Я всегда, не скрывая, об этом говорил. Главное в экономике.